Радио Болтком Доброе утро, дорогие радиослушатели, всем, кто нас сейчас слушает в эфире программа «Зеленая лампа», потому что вторник у нас традиционный день добрых дел на Радио Болтком. Ведут программу сегодня Ольга Авдевич, я Рита Трошкина, а помогаем мы сегодня, включаем «Зеленую лампу» для 6-летнего мальчика по имени Адриан, Адриан Чепулес, он вместе с мамой, папой, младшей сестричкой живет под Тукумсом, 20 километрах от Тукумса. И диагноз мальчика – аутизм, и очень нужна помощь для оплаты годового курса аботерапии в специализированном центре, который очень ему помогает, и нельзя прекращать эти занятия. Но родители сами не справляются с этими расходами, они не компенсируются по госпрограмме, поэтому наш телефон 93006384, евро 42 цента за звоночек, включен с сегодняшнего дня на всю неделю до следующего вторника для 6-летнего Адриана. Мы чуть позже еще расскажем. А гостья у нас сегодня уникальная. Вы бы сказали, чтобы попасть к нам в эфир, она 2 часа проехала, 2 часа ехала с утра. Зовут ее Валерия Дебрюин, и она сотрудник Кэмпхила Рошкалны. Вот сейчас мы вам расскажем, что это и как это. Добрый день, доброе утро, Валерия. Здравствуйте. Вы знаете, для начала, чтобы заинтриговать радиослушателей, скажем, что вы оставайтесь с нами, не выключайтесь, потому что Валерия действительно человек, вот очень интересной судьбы, про нее можно снимать кино или написать книжку. Вот жила в Петербурге девушка Валерия Москвичева, потом она вышла замуж, стала Валерия Дебрюин, потом она работала в Финляндии, в Ирландии. Теперь вот она оказалась в Латвии, в совершеннейшей глуши, 20 километров еще за Валмиру с мужем и с четырьмя детьми. Двое из них двойняшки, и работает она в Кэмпхилле Рошкалны. Ну, вы знаете, не все, наверное, знают, что такое вообще Кэмпхилл, да, некоторые впервые слышат это слово, поэтому, может быть, мы с этого и начнем, Валерия, да, что это такое, а потом вы расскажете, как вы туда попали. Хорошо. Кэмпхилл. В принципе, как правило, это большие или маленькие деревни, поселения, да, которые занимаются фермерским хозяйством, и различными мастерскими, зависит от места, времени людей, но вместе с подопечными, с людьми, с ограниченными возможностями. Есть варианты, в Германии достаточно много Кэмпхиллей для кемпхельских деревень, для детей, и они объединены тогда со школами вместе. В нашем случае у нас взрослые подопечные после 18-ти, и все это выглядит как... У нас есть фермы, фермерское хозяйство, там, коровы, куры, всякая живность. Два больших достаточно дома, где живут сотрудники вместе с семьями, подопечными и волонтерами, которые приезжают на разное количество времени, бывает, что на три месяца, бывает, что на год. Вот, и мы ведем совместную жизнь и какое-то хозяйство. То есть идея такая была, чтобы вот люди с инвалидностью, с какими-то диагнозами, да, они их адаптировать, да, в социум, в жизнь? Да, в общем и целом, да. Да, кемпхелл начался, как кемпхелл в Шотландии в начале 40-х годов. Доктор немецкий Карл Кёниг вместе со своими друзьями, с небольшой группой друзей, хотели создавать что-то, где люди могли бы быть на равных, в том числе. Они собирались работать с детьми, изначальная идея работать с детьми с особенностями в развитии. И они писали в разные страны, и понимая, что конец 30-х, начало 40-х годов в Германии не самый популярный момент, чтобы работать с детьми с особенностями в развитии, а доктор Кёниг, если я не ошибаюсь, или частично, или полностью был евреем, поэтому вместе с друзьями они были приглашены, приняты Шотландией, и там появился дом, и в принципе название этого дома было кемпхелл, поэтому вот откуда кемпхелл и пошло, да. Географическое название просто, да? Да, ну, да. Ну, как у нас бывают названия. В Латвии, мне кажется, это очень распространённый феномен, когда у дома даже не адрес, а именно название. Первый был кемпхелл-хаус, достаточно большой, вот, и дети стали вырастать через какое-то количество лет, и стал вопрос у родителей и родственников, можно ли делать деревни для взрослых людей, и так это всё начало развиваться. Стало развиваться, да? А в Латвии когда появились? Это единственный кемпхелл? В Латвии это единственный кемпхелл, и он появился в 99-м году. Пара была Инга и Вильнас Немене, я боюсь немножко ошибиться в фамилиях. Они сами родом из Латвии, в принципе, Рошкальни, первый это семейный их дом был. Они поехали учиться в Норвегию, и жили в Норвегии, в кемпхеле, и поняли уже через год жизни там, что они будут возвращаться и делать такое место здесь. И в 99-м году они вернулись, и при поддержке каких-то друзей, и вместе с какими-то друзьями взяли первых ребят себе в дом, и дальше это всё немножечко строилось и росло. Ну вот какие-то должны быть удивительные, уникальные люди, чтобы поменять жизнь. Вот вы жили в Петербурге, учились в Петербурге, а потом раз, вот, глуши, причём в латвийскую попали. А как вообще вам пришла идея, вот, заниматься этим кемпхельским движением? Вот вы жили в Петербурге. Случайно. Я должна была уехать в Германию, а в последнем классе школы у нас была программа обмена, мы ездили в немецкий класс, в Кёльн, класс приезжал к нам. И я вдруг решила, что, ну, поступать сразу, это ещё там 5-6 лет в института, а потом, в общем, хочется какой-то вот перерыв сделать. И я договорилась, мы организовали с немецкой школой, в которую мы ездили. Я поехала туда по обмену на год. Не по обмену, по факту, но в семью на год, в 12 класс. Вот, и было несколько недель до отъезда, и делать было, как бы, нечего в школьном возрасте, ну, сколько, 18 лет было. И когда мы учили в школе, мы ездили за город вместе с классом, и дом, куда мы ездили, был недалеко от Светланы, от Кемпельской деревни в России. То есть под Петербургом есть Кемпельская деревня. Да. Называется Светлана. Есть Светлана, да. Вот, и мы ходили туда помогать, и я знала, что приезжают на несколько недель туда волонтёры, что-то поделать, там клубнику пособирать, всё остальное. Вот, и я туда поехала на неделю, а потом осталась на две, на три, и вот так пока не уехала. Когда приезжала на каникулы из Германии, то, ну, если это две недели, грубо говоря, я приезжаю домой, то на 10 дней я уезжала в Светлану к друзьям, а четыре дня проводила с семьёй. А как вы вот для себя психологически сами объясняете, почему? Ой, какой непростой вопрос. Ну, понятно, можно там гулять, ходить по кафе, там тусоваться. Наверное, я интроверт. Мне нравилась идея равного отношения. Мы, в принципе, стараемся, будет ли это правильно сказать, нивелировать, да, максимально уменьшить моменты иерархического какого-то строения. То есть у нас есть люди, которые с очевидными какими-то особенностями в развитии, есть люди, которые немножко с менее очевидными особенностями развития. И с разной степени. Но шутка такая у нас есть, что в Кемхель попадают люди особенные, в любом случае, или сотрудники, или нет. Вот, и мы максимально стараемся включать наших ребят в течение ежедневной жизни, если это какие-то моменты, которые не требуют, ну, или какие-то решения, которые не требуют прям особенной степени организации, сознания, ещё что-то, то все решения максимально, насколько это возможно, мы стараемся расширять, принимать вместе. Есть деревенское собрание раз в неделю, где у каждого человека, может быть, там свой пункт, ну, или то, о чём человек хочет поговорить. И если это кто-то, чья речь плохо понятна совершенно, я знаю истории из немецких деревень, когда девушка выходила потопечная, и на полчаса каждый раз рассказывала историю, никто понятия не имел, о чём это, ну, сидишь и слушаешь, потому что это важно. То есть это такая коммунная модель общества? Да. То есть модель построения отношений в обществе, получается? В уменьшенном варианте. Это не подходит всем, это не для всех, это не для всех ребят, более того, естественно, это не для всех сотрудников. и бывают случаи, когда мы приглашаем ребят, или у нас есть место, и человек приезжает, и через какое-то время становится понятно, что мы, к сожалению, не можем работать вместе. Ну, вот так вот. Особенно это немножко более сильно, наверное, в восточном регионе, вот у нас, потому что мы достаточно сильно зависимы от того, что мы физически можем делать. Ну, если в Ирландии, например, в любом случае, даже там не в любом случае, есть люди, которые достаточно... Если человек кидает во всех стулья, то мы, к сожалению, не можем сказать. Да, потому что у нас есть какой-то народ вокруг, и запирать людей в комнате, это мы не нашим. Это очень тонкая, хрупкая конструкция. Взаимоотношения. Достаточно, да. Ну, и мы живём все, как бы, вместе, и делим достаточно много моментов вместе. Как всё непросто. А сколько сейчас вот в нашем латвийском кемпхиле у вас подопечных? Сейчас 10, и на данный момент это максимум, который мы можем принять. Но мы находимся в процессе постройки третьего дома. То есть у нас строится и сауна, и планируется тоже третий дом, потому что, ну, в общем, живой организм должен расти, развиваться. Да. Сейчас уже вот чуть больше 20 лет. Чуть больше 20 лет деревни. Мы могли бы абсолютно точно. Валерия, вот вы приехали в Латвию с мужем, и у вас четверо детей, да? И, в принципе, вот вы, да, приехали в глухую деревню, привезли сюда детей, и старшая девочка должна была в сентябре пойти в школу. Она пошла успешно. А сколько лет детям вот расскажите? Значит, старшей девочке 9, в ноябре 10 будет, средней, я не знаю, с четверых в средние, это немножко трудно, да? Второй дочке 5, и мальчикам вот будет 2 года исполнится. София у старшей дочки опыт со школы уже достаточно давно, потому что мы жили в Северной Ирландии, это часть Великобритании, и дети идут в школу в 4 года. То есть, как бы официально она закончила 5 класс. То есть, там она на английском училась, сейчас она приехала в Латвию, пошла в школу, и на каком языке? Она учится в русской школе на русском языке. Она разговорный русский, у неё был, мы говорили, я с ней в семье говорила, она с моими родителями, с моей семьей говорила. Но всё-таки всё равно это такое решение, приехать, это до школы, до Валмера, вам ехать ещё там 20 минут. Утром там начинается дойка коров, да, которую тоже, в общем, нужно каким-то образом там контролировать, участвовать и так далее. Мне нет. Я не принимаю участие в дойке коров. а что, дети? Теоретически, да, силёнок не хватает. Вот что это такое? Вот вы с мужем, вас можно назвать социальными романтиками? Вот как это? Что вы хотите менять мир к лучшему? Героями. Да, вы хотите, чтобы ваша семья, например, существовала в каком-то определённом пространстве? Что это? У нас совершенно нет стремления существовать в семье в определённом пространстве. Так получилось, что мы встретились в Кемпхерской деревне, в таком месте в Финляндии, и вот как-то карьера. То есть вы из Петербурга, муж голландец. Голландец, мы встретились в Финляндии, он к тому времени уже там жил в доме, я приехала в дом работать. И через какое-то количество лет мы поняли, что вот что-то нам не очень подходит, и мы стали искать другие варианты, думали поехать в Германию, но там не очень сложилось. И поехали, поездили по нескольким деревням в Ирландии, и решили переехать в Северную Ирландию. Ну и опять время идёт, всё сейчас меняется, мы в принципе были открыты к каким-то изменениям, и в последние два года рожкальни были не очень простые для деревни, в связи с разными социальными событиями. Сотрудники, которые долго жили, устали немножко, они ушли, пришли другие, и у них не очень сильно получилось что-то. Да всё непросто. Не рассчитались. Было очень непросто, был такой штормовой период у деревни, и наши друзья, которые тоже какое-то время назад туда переехали, спросили, хотим ли мы, можем ли мы приехать и помочь наладить. С ними какое-то время пожить. Конкретно мы, наверное, видим это как такой пятилетний, не знаю, проект для семьи, и дальше будем смотреть. Может быть, когда-нибудь мы вернёмся в Голландию. Да, всё возможно. Сейчас у нас небольшой перерыв на рекламу, и оставайтесь с нами, мы продолжим через пару минут. Радио Болткома Мастер-класс. Продолжение следует... Мы продолжаем программу «Зелёная лампа». Напоминаем, что сегодня «Зелёная лампа» включается в помощь шестилетнему Адриану Чепулесу, который с семьёй, с мамой, папой и младшей сестричкой живёт под Тукумсом, в 20 километрах от Тукумса. Мы туда ездили, познакомились. Это очень обаятельный мальчик, очень хороший, добрый. Как у всех детей с аутическим спектром, с диагнозом аутизм, у него свои проблемы очень серьёзные, потому что не умеет он контактировать с другими детьми, не смотрит в глаза, и постоянно мама не может его оставить ни на минуту, то есть она постоянно должна быть с ним. А в семье ещё и младшая дочка есть, Ариана. Прыгает, как мячик раскидает. Прыгает, вертится, везде залезает, очень сложно, им пришлось, она так с улыбкой грустной говорит, нам пришлось вообще все ручки там везде открутить, особенно с окон, потому что чуть-чуть там отвернёшься, он уже там на окно может залезть. А так очень милый мальчик, но помогает ему, да, познакомилась мама его Ирина с мужем в Англии, они уехали туда работать, тоже вот такая история, да, уехали туда на заработки, работали они в теплице, там цветами занимались, там познакомились, там у них родились двое детей, и старший мальчик, вот этот шестилетний Адриан, и дочка, которой сейчас 4 года. Но когда стало ясно, что Адриан, у него не всё в порядке со здоровьем, мама била тревогу, она водила его по врачам, врачи разводили руками английский, и говорили, подождите, он ещё маленький, подрастёт, и в принципе ничего не предпринималось. И когда уже выяснилось, что у него диагноз, ну в принципе понятно стало, что это аутический спектр какой-то, Ирина решила проверить его в Латвии, и они приехали в отпуск, стали ходить по врачам, врачи, как вы сами знаете, все у нас занимают это очень долгое время попасть к врачу, там где-то несколько месяцев, где-то полгода, и так они и задержались. То есть отпуск плавно перетёк в постоянное место жительства, они фактически ради ребёнка всё оставили в Англии, вернулись жить под Тукумс в маленькой квартирке и лечить ребёнка. И Ирина нам сказала, да, вот латвийские врачи, наши врачи, они как-то очень хорошо помогают, и особенно помогают мальчику, помогают занятия по аботерапии. Мы об этом не раз уже говорили, то есть это для детей с аутизмом, просто такая палочка-выручалочка. Она возила сына из Тукумса в Ригу постоянно. Это маленькая деталь, она сама машину не водит, в семье есть машина, или бабушка, или папа, или кто-то из знакомых должны были их довезти до Тукумса, там они садились на автобус, приезжали в Ригу на автостанцию, там они садились на трамвай и попадали в этот центр, где они получали эту терапию. С маленьким мальчиком, с аутистом, прыгающим. Ну и, да, с прыгающим аутистом. Но по госпрограмме не оплачиваются эти занятия, 10 реабилитационных занятий оплачивается по полчаса, и это был дневной стационар в Гальзерсе. Ну что такое 10 занятий по полчаса, понимаете, что ничего-то фактически не помогло, и поэтому мама очень просит помощи и поддержки для ребёнка, потому что занятия по аботерапии реально очень помогают. Она сказала, это был прорыв у нас, он начал говорить какие-то слова, он начал в глаза смотреть, у него немножко так социальное поведение стало улучшаться. То есть, ну, заметные. Если прекратить, то можно вообще откат назад получить, и то, что уже завоёвано вот этими вот занятиями, оно пропадёт, можно потерять. И поэтому мы просим вас, если у вас есть возможность, сделать звонок по телефону 9-3-0-6-3-8-4, евро 42 цента за звоночек. Курс годовой аботерапии в Рижском Лауэс-центре стоит 4200 евро. Это реально помощь ребёнку. И счёт помощи Адриану открыт в фонде Be Open, с которым мы сотрудничаем. Он есть на нашем сайте MixNews.lv в рубрике «Зелёная лампа» и на страничках на Фейсбуке, которые тоже называются «Зелёная лампа» и MixNews ещё есть страничка. Посмотрите, там история, там фотографии мальчика, фотографии мамы и подробный рассказ о том, что нужно, как нужно, и счёт. Спасибо вам большое. Мы знаем вашу отзывчивость. Конечно, если кто-то не может помочь или даже сделать звонок, просто отправьте свои добрые мысли и пожелания этому ребёнку. Это тоже где-то в пространстве будет учтено. Спасибо большое. И напоминаем, что наша гостья сегодня представитель Кэмпхила Рошкалны, Валерия Дебрёйн. Валерия, а с какими диагнозами ваши подопечные? Можно сказать об этом? Да, я не могу назвать всех конкретно, но с диагнозом аутизм мы знакомы. Вот на данный момент в нашем случае это, конечно, более спокойный мужчина, но мне встречалось, приходилось работать с очень активными людьми. В принципе, это синдром Дауна, аутизм, нарушения в развитии. Есть достаточно широкий спектрум особенностей, которые никак отдельно не документируются. Но всё включает, не знаю, о чём сейчас подумается, а глекто-олигофрению. Ментальные. Да, это душевное здоровье. И часто бывает такое, что это совмещается с физической ограниченностью в теле, но это тоже опять зависит тогда от организации и от конкретной деревни, способна ли она ухаживать за человеком в коляске или нет. Это всё бывает индивидуально. Но это отчасти такой способ жизни, когда мы живём немножечко в середине ничего, когда у нас есть работа на улице, когда человек, которому нужно какой-то, у которого избыток физических сил. И в квартире я плохо себе представляю, как можно выжить и сохранить рассудок с детишками, со взрослыми тем более. Отчасти поэтому в Рожкальне появились коровы. И отчасти поэтому много лет назад, когда деревня начиналась, в тот момент было очень много ребят, и ребят молодых, и очень физически сильных, у которых энергия била ключом, поэтому доили почти все подопечные. Сейчас у нас двое подопечных, которые бывают вместе с сотрудниками. На тот момент, лет 15-20 назад, это были все подопечные. Что вы делаете из молока? Из молока. Расскажите. У нас есть замечательный сыр на мастерской. Во-первых, мы его, конечно, пьём. Дальше мы производим ряд продуктов. Это йогурт, мягкие сыры с травами или с чесноком. Твёрдый сорт сыра, по-моему, он называется в Латвии Яниси. Вот это у нас бывает. И творог, это вот если стандартно. Перед эфиром вы начали нам рассказывать, вы сказали, что есть одна история, которая вас очень лично тронула, история одного подопечного. Да. Наш последний подопечный, который к нам пришёл несколько месяцев назад, и вот сейчас ещё находится в такой стадии адаптации к деревенской жизни, но достаточно успешно, на мой взгляд. Это молодой человек с диагнозом синдром Дауна, который всю жизнь свою, вот до последних пары лет, прожил в интернате в Риге. То есть началось всё как он один из двойни. У мамы родилась двойня, маме врачи сказали, ну что же вы, вот нет, он не выживет, оставляйте. И это никогда не может быть лёгкое решение, но на тот момент мама послушала врачей, оставила мальчика. Мальчик вполне себе удачно выбрался, а мама оставила в больнице. И мальчик жил себе в интернате, но мама уехала в Германию, и в какой-то момент бабушка стала делать документы, что-то, что-то. В любом случае семья думала все эти лет 19-18, что ребёнок погиб. И стали подниматься какие-то документы, и выяснилось, что мальчик жив. Нашли бабушку и маму, брата, у молодого человека здесь семья, брат у брата семья, мама в Германии живёт. Но такое вот получился у них. Ничего себе история, конечно. Слово сюрприз не очень подходит сюда, но... То есть они все встретились? Да, они встретились через много-много лет абсолютной уверенности, что ребёнок не выжил. Оказалось, что жив, здоров. И, ну, несмотря на диагноз синдром Дауна... Вообще диагноз синдром Дауна, я очень хочу об этом сказать, это далеко не самый тяжёлый диагноз. Конечно, есть разные вариации, но вот когда возникают какие-то перинатальные обследования, это очень большой страх родителей. Часто и очень часто делают УЗИ, беременность и всё остальное. И вот этим вот стращают. Да. Да, нет. После того, как его нашли, его отправили в реабилит... Семья организовала ему место в реабилитационном центре в Руине. Это дальше от Валмира, в сторону Эстонии, если я не ошибаюсь. Вот, и пару лет он там жил, и сейчас несколько месяцев он, молодой человек, живёт у нас и привыкает к неинститутской жизни. Просто жить, да? Да. Но это непросто, потому что не очень понятна граница свободы. То есть можно ли заходить ко всем в комнату и брать всё, что тебе кажется нужно, или не можно? Это интересный момент. То есть вы ещё должны быть все психологами и владеть какими-то методиками? До некоторой степени, да. Естественно, мы работаем в... как это... коллаборации со специалистами, мы привлекаем необходимых специалистов, когда это необходимо, и врачей, и физиотерапевтов. Валерия, а вот скажите такой вопрос. Волонтёры вам нужны? Как они к вам попадают? У вас же есть они? Если кто-то нас послушает и захочет там приехать, это реально? Да. На сайте у Рошкальни есть свой сайт, есть страничка в Фейсбуке, есть страничка в Инстаграм. Можно связываться... есть тоже телефонные номера, можно связываться, это или я, или ещё одна женщина, как правило, и можем разговаривать о желаниях. Стандартно бывает, несколько волонтёров в год приезжают из Германии. В Германии это очень популярная такая вещь, когда это год после школы, люди делают какую-то социальную практику. Кто-то уезжает строить дома в Африку, кто-то просто ездит по миру, и вот кто-то приезжает к нам. А сейчас какой интернациональный состав у вас там волонтёров и сотрудников? Сейчас глубоко интернациональный. А вот расскажите, из каких стран люди там? У нас есть люди из России, Голландии, Эстонии. Наша фермер на данный момент, она много лет живёт в Латвии, но она эстонка. У нас есть женщина из Англии, молодой человек из Норвегии. Он норвежский немец, или немецкий норвежец, там всё запутанно. И ещё одна русская девушка. Мне кажется, что это примерно всё. Опять, ещё есть люди, которые местные, латвийские, но они приходят работать. Есть одна девушка, которая остаётся с нами до мая. Она волонтёр достаточно много лет в деревне. Она иногда выезжает, она иногда приезжает. Она единственная представительница жителя Латвии. А подопечные все латвийцы? Подопечные все латвийцы, да. Но на наше счастье, так как латышский язык, это не то, что ты вдруг уйдешь в школе, большинство подопечных ребят разговаривают или на русском, или на английском до какой-то степени. То есть понятно, что мы достаточно быстро должны включиться и обладать базовым уровнем знания, таким кухонным языка. Валерия, а вот у вас четверо детей, такие маленькие ещё совсем, да? Как они себя чувствуют? Не боялись ли вы такую обстановку детей срывать и поселить вот так, да, среди? Ну, в плане срывать, то есть на самом деле для старшей дочки, когда мы переезжали, мы переехали в Финляндию, старшей дочке был год, и когда мы переехали в Северную Ирландию, ей было 4 года, у нас не было никаких проблем от слова совсем. Этот переезд был не очень простой для старшей девочки, потому что это была уже школа и какая-то стабильность. Ну и потом мы переехали, и это всё-таки ковидное время, и не сразу в школу. В какой-то момент был не очень просто. В плане жизни в деревне, сейчас всё стабилизируется, в плане жизни в деревне нет, на самом деле, потому что есть достаточно много чего интересного происходит. Если там мама не может почитать себе книжку, можно книжку принести ещё кому-нибудь. Можно поехать с кем-нибудь кататься на тракторе. Можно, моя старшая девочка очень любила, особенно в начале, особенно летом, она ходила и тоже что-то там доила. То есть спектр всего возможного достаточно широкий, а благодаря тому, что мы не живём в центре города, дети достаточно свободны. Спокойно отпускать ребёнка. Да. Вот это очень здорово. В каком-то отдалении у нас есть дорога, по которой достаточно быстро ездят машины, хотя небольшой поток. Но в рамках в рамках ближнего какого-то круга. Ну и немаловажно вот это вот, о чём мы тоже говорили перед эфиром, что ребёнок сразу учится, он входит в такой мир, в такой, какой он есть этот мир. У него расширение сознания, наверное, как-то происходит, что рядом, все живут рядом, и люди, которым нужно, наверное, особенное отношение, не вызывают у него отторжения и удивления. Как это, к сожалению, бывает? Да, абсолютно нет. Есть межличностные какие-то конфликты или трудности, в принципе, никто не отменял. То есть, есть ребята, которые не могут, есть люди и подопечные, и подопечные, которые не могут жить вместе с детьми. Есть дети, которые не могут жить вот в таком широком, каком-то, когда 10 человек, все всё время вместе. Но это проблемы, вопросы, которые можно как-то адресовать немножечко, да, и если необходимо организовать какие-то перемещения небольшие, или, в принципе, у нас есть одна молодая семья с двумя детьми, мальчику два года, старшему и младшему, месяцев шесть, наверное, семь, весной родился здесь, и они живут в отдельном небольшом домике, они вот ходят кушать с нами, ещё что-то, но вот им необходимо было чуть-чуть другой формат. Это всё возможно. Слушайте, ну вы невероятные молодцы, просто нет слов, у нас программа уже к концу подходит. Мы хотим ещё поблагодарить наших радиослушателей и читателей, и по итогам прошлой недели, прошлый вторник, мы рассказывали рассказывали о Кларе Забалуеве и Золоне, которой нужна была очень срочная помощь на приобретение кислородного портативного аппарата, чтобы человек просто мог дышать и выходить из дома. И для Клары собрано намного больше, чем было заявлено, спасибо всем огромное, аппарат будет приобретён, и ещё дополнительные деньги используются на оплату других медицинских препаратов. Для Клары было собрано 6912 евро и было сделано 1279 звонков. Огромное всем спасибо. А у нас сегодня в гостях Валерия Дебрёйн рассказывает удивительные вещи о том, как люди вообще меняют свою жизнь, а вам не страшно было менять свою жизнь изначально? В какой момент? А вот когда это всё началось? Когда вы осознали, что вот туда вы не хотите жить как все, а вы будете помогать людям? Я, наверное, разрушу идеалистическую картинку. Ну, разрушу. не против жить как все, просто вот как-то вот так клубочек пока идёт. В теории в будущем я рассматриваю активно вариант отдельной жизни с семьёй. То есть есть вещи, которые мы очень хотим с мужем сделать, в Рошкальне он занимается огородом. Но мы, по-моему, не сказали, что, в общем-то, по специальности и по профессии вы занимаетесь этим кемпхельским движением, потому что социальная работа это есть, в общем-то, ваше профессиональное направление. но это развивалось параллельно. То есть я параллельно жила и работала в Кемпхеле и училась на социального работника. Это не было вообще много лет назад. Тогда была интересна арт-терапия, но очный вариант был не вариант для меня, поэтому мы пошли нашли курс социальной работы, где арт-терапия была частью. А вот еще про вашего голландского мужа. Как он вообще, вот как ему Латвия, как он сюда приехал, его восприятие, что он говорит? Ему Латвия очень нравится. Ему, ему, в Латвии по сравнению с Голландией или с Великобританией, так как мы все-таки немножко восточнее, есть достаточно много вещей, которые проще решаются. Грубый пример, если в Кемпхеле в Ирландии у меня перегорает лампочка, ну или что-нибудь ломается, что в принципе человек может сам починить, я должна пригласить специалиста, потому что это вот так, как устроено общество, это так, как работает система страховки и все остальное. Здесь ты можешь поменять лампочку сам. При этом мы посмотрели на зеленую лампу, и давайте, да, она будет для вас тоже включаться. скажите, если вам нужна какая-то помощь, вы можете сейчас сказать об этом в эфире. Да, мы рады людям, которые заинтересованы в работе и жизни с людьми с ограниченными возможностями. В принципе, если кого-то заинтересовало вот такой вот формат. Нужно просто приехать. Да. Праздник какой-то там помочится. Сейчас это немножечко труднее в ситуации карантина. В принципе, да, возможно. То есть как минимум в формате показать вам деревню, поговорить в масках и всего этого. Подоить корову. Попробовать. Возможно, да. В теории. Лучше, конечно, заранее связываться и подбирать время. И найти какие-то удобные варианты. И в принципе, если вы введёте в Google Кэмп Хилл Рошкалной, то вы упадёте и на сайт, и на страничку Фейсбука. Там есть информация. А мы из подготовленных. И Валерия Дебрюйн вам ответим. А мы подготовим публикацию на нашем сайте mixnews.lv в нашей рубрике «Зелёная лампа». Мы обязательно дадим все правильные ссылки. Напоминаем, что сегодня «Зелёная лампа» включалась для шестилетнего Адриана Чепулиса из Токумса, чтобы помочь собрать деньги на годовой курс АБО-терапии, потому что диагноз мальчика аутизм. Стоимость звонка евро 42 цента 9300 6384. Телефон работает до следующего вторника. В гостях у нас была Валерия Дебрюйн, вели программу Ольга Авдеевич и Арита Трошкина. Спасибо всем большое и до встречи через неделю. Спасибо. Слушайте Радио Болтком